Егейминг Бэтс В 2011 году более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит Это ход первый Как вы понимаете Да, у нас уже драфты во все оружии Можем посмотреть за тем, как команды пикают Да, очень такая, знаешь Очень одновременно и интересная игра со стороны одной команды И в то же время под музыку не очень хорошая игра второй Нормально Это Лина качает Да, ну Видим, что IG Vitality Забрали себе лайфстилера на первый пик Папарацци будет играть на этом герое Много играл папарацци на На этом персонаже Да, я смотрю LFI Они Не парились по поводу того Что типа Что типа Лина Ну типа как будто не в ней проблема была Все хорошо было с Линой Давайте ее оставим Она вообще ни при чем То есть с ней на самом деле ничего плохого и не было Ну а как она могла там реально нормально постоять SF Это не самый простой матчап для Лины Начнем с этого Ну то есть ты стоишь хорошо Ты там напрягаешь SF По фарму увидели Но она не уступала абсолютно SF SF, который потом позже начал фармить лес Он начал ее опережать Проблема была в другом То, что у SF была помощь У Лины ее не было Даже никто физически не мог помочь Лине Потому что прилетает Эрспирит в Лину Впивается, начинает ее избивать Сзади SF Два рейза дал, Лина мертва Да, они с Лингою что-то делали Да, вдвоем даже перетяжка Что у Лины в то же время Кроме Ливенгар Мора Который на секундочку На девятой минуте Третий уровень был Тренд протектор На девятой минуте Да, это проблема Это проблема четвертой позиции В основном И мы видим, что По изменениям на этой карте Интересно, что IG Виталити Не взяли себе Эрспирита на этот раз Они взяли Дизраптора Взяли Лейфстиллер А LFI, посмотри, что банят По сути, они где-то там Чуть ли не 4 четверки забанили Да, да Они банят 3 героя из 4 Против Докфайтс Это правильно Это абсолютно правильно Этого игрока Нужно бояться Его нужно опасаться Потому что Этот господин Может в одиночку Разрушить тебе Весь старт игры Да Задачку задали Ну, четвертый бан От IG Виталити Урсу убирают Который, к слову, хорош Против Лейфстиллера Неплохо смотрелся бы Ну, против Лейфстиллера Немало героев Хороших Но основных, конечно Вот таких двух Сабанили Джаггера и Урсу Можно там подумать У Игоря, возможно В теории Он может тоже Пригодиться здесь Команде Провер Янг Можно подумать И о более Каких-то стойких героях Винга Это ЛФ Вай пока что Тоже герой Весьма неплохой Это В саппорт позиции Позволяет свапать Опять же Из ультимейта Дизраптора Это позволяет свапать Из-под фокуса Лейфстиллера Что тоже Весьма-весьма неплохо Ну и спасатель Такой для ЛФ Вай Очень универсальный герой Плюс Дополнительная Минус броня Для команды ЛФ Вай Слардар Винга Уже неплохая комбинация Опять же Виталити Надо думать Как Лейфстиллеру Добираться до Всех этих героев Неплохо бы Какого-то инициатора Получить Со сложной линии Возможно Это Акс будет Что я смотрю Так Большинство Либо в бане Либо их забрали ЛФ Вай Слардара Мы здесь не увидим Не увидим уже Причем Да самая Винга Предотвращает Появление Бэтрайдера Во многом Который мог бы здесь Неплохо заходить Даже не думал о нем Потому что вроде как На эти грабли наступили ЛФ Вай Если Айджи Виталити Это будут делать Ну все еще Кентавр есть Он тоже актуален Кентавр Да Ну и ЛФ Вай Что ЛФ Вай Что ЛФ Вай Нужен герой Который бы с Кентавром Стоял на линии Хорошо Потому что Саппорт пока что Очень слабый В виде Винги Против Кентавра Да Сложно Очень сложно Террор Блейд Террор Блейд Может прогонять Кентавра с линии Когда у него есть Метаморфозис Когда Метаморфозиса нет Сложнее Намного И еще и Котлом Усиливает эту линию Команда Айджи Виталити Очень страшно Будет стоять внизу Кипер И Кентавр Ты думаешь Что все таки 2-2 будет Да Практически Не сомневаюсь Да Это имеет смысл И правда И правда Трудно И правда Выглядит все это Очень трудно Террор Блейда Брали Герой Который В лейтгейме Может справляться С лейтгеймом И кайтить его Неплохо может Благодаря Своим артефактам Но Вот вопрос Доберутся ли Лефуай До лейта Он все еще открыт Легион Командер Банит Найджи Виталити На пятой стадии И снайпера Сами Лефуай Интересно Там Пларка Или Пак Вот Эйджи Виталити На мой взгляд Заходит Вот что-то из этого Как вариант Можно еще Сфа взять Как вариант Тоже Они в прошлый раз Убрали И не прогадали Можно здесь Тоже его использовать Может быть Но мне Почему-то нравится Шторм Который добираться Будет До самых тяжелых целей И вроде как Контроля по нему Так особо Ему на линии Немного сложновато Должно быть Потому что У него Тут понимаешь Какое дело Дим В этой карте Точно не будет поддержки Пак Эйджи Виталити Логично Я объясню почему Опять же Почему я говорил Темпларка Пак Это два героя Которые могут Самостоятельно Стоять с Линой В принципе Шторм с Линой Он не постоит нормально Она его уничтожит Сотрет В пух и прах Поэтому Пак Здесь был очень логичен Для Эйджи Виталити И Лжди и Фай Берут себе Омни Найта Да Герой Скорее всего В сложную линию Четверка Слардар Венжи Фулл Спирит В пятерку Интересно Но почему-то Мало веры в ЛФА Действительно мало У Эйджи Виталити Сбалансированный Хороший пак Хорошая инициация Драки с Кентавром Мы знаем Что в современной мете Что это значит Ну им нужно постараться Сейчас Омнику И Слардару В сложной линии Поработать как-то Вместе Совместно Как-то погонять Ластилера Попытаться Дизраптора Задача Непростая Но в теории Выполнимая Сложно будет В легкой линии Легкой линии Будет сложно Когда это слышишь Уже в принципе А когда очень легкая Сложная Да Пожалуйста Она может здесь быть Очень легкая Сложная Терроблейт Венга Буду стоять По идее вдвоем Потому что я ниже В формата Где Омни Найт Пойдет сам Стоять сложную линию Там есть смысл Поставить Омника И Слардара Чтобы попробовать Погонять как раз Двойку героев Команды Виталити А вот ставить Трех героев вниз Ну вряд ли Плюс там котел Постоянно будет задувать Кентавр Ты не пробьешь их нормально Уничтожающие Коэффициенты Абсолютно четкие И я с ними согласен Когда у тебя Метаморфозиса нет Ты на этой линии Бессилен Ты как вот Я не знаю Как без рук Просто на этой линии Будешь Без метаморфозиса Мне кажется Будет очень сложно Для Фуровер Янг Но если им удастся На сложной линии Сыграть очень неплохо Через Омни Найта Возможно Как я говорю С Лордаром Тогда может что-то Получиться Потому что эти герои Могут хоть немного Изменить ход событий На карте Я не уверен Что в этом Бо-3 уже Что-то такое будет Правда Почему-то не внушили Просто мне доверие Состояние Команды LFY Уровень На котором они исполняли Ну и IG Виталити Как ни крути Одна из сильнейших Команд Современности И Китай Так точно Китай так точно Суперкрутые Исполнители Ну видели Как Папарацци Самостоятельно Унижал команду А понятно Как Саката Уверенно стоит На своих позициях Кто-то Двойка Единица У IG Виталити Очень жесткая И четверка Вообще не вызывает вопросов И тройка И Джулай Тоже сыграл блестяще Короче Облизал со всех сторон И IG Виталити Они правда Они этого достойны Ну и LFY Все еще Как-то на стадии Формирования коллектива Вот так-то похоже Че-то как-то Не так Это ноги Это ноги Это скринить надо Просто Все Все нажимайте Скрин Я Я такого еще не видел Мне кажется Немножечко Коробит Самое малое Тренируется Это обычная йога Просто почему это в воздухе С другой стороны Она обладает Левитацией Почему она держится За оружие Слардара Она просто наткнулась На него Она висит на нем Насадили на оружие Да У нее очень интересная Позиция Это очень похоже на то Что Слардар ее пнул Просто Корзиночка Это называется Движение А что она показывает Мне больше интересует Руками своими Посмотри Я как вы могу Вы как я Вспоминаю знаменитую цитату Ярослава Кузнецова Про хейтеров Вот этот жест Хорошо подходит Туда же Вот Лина своим хейтерам Сейчас демонстрирует Своё Недоумение Абсолютное 1-9 Я все равно Появлюсь Да Ну А тут товарищ Просто Он молится За хорошую игру Просто нет На самом деле Он стоит И у него В голове Просто Только не смотри вправо Только не смотри вправо Не смотри на Лину Только не смотри Ты вправо Нет Но это скорее касается Террорблейда Понимаешь Нет Террорблейд О боже Что с этой Линой Говорит Я говорю Омник просто говорит Я не должен туда смотреть Я не Так там же еще Ой Там Камеру только не наводите Там реально Вот все можно видеть Уже сейчас Как Насколько проработано Здесь у ребят Все нормально Здесь все спокойно Кроме того Что немного отвесило Оружием Кентавра Лошади По лоев стилеру Видно Что он как бы Через боль Появляется Господи Я опять жив Убейте мне Кто-нибудь уже Да Ему очень неприятно Ну ты знаешь Историю Лошадира Да По лору Я просто Слабо знаю Про воровство Там вот эти все вещи Да Ну я знаю Типа Что он был супер вором И Предал своего хозяина Если не ошибаюсь И его прокляли За это Навечное Ты предал своего хозяина Как ты посмел Холоп Это вообще лицо у него Или шлем У него грива Прям растет Из Из рогов Я очень странный парень Не Ну тут у него глаза Должны быть По логике вещей Это же такой Полушлем Полузащита лица В общем ладно Не будем разбираться С этим Котел выглядит Как постаревшего Мне на это Мне кажется Немного поплохело Дедушки Нет У с дедом Нормально все Его животному Нет Животное кушает В чем проблема Просто ест грязь В чем дело В принципе Типичное занятие Наше с тобой В детстве В детстве Да Перед битвой Просто немножко Грязи поел Поехал У них УДК Кстати еще в пике Если ты обретешь внимание Да У IG Виталити Да Ну что ж Поехали Лжди Форевер Янг Под смоками Уже пробегается Ставить ворды То же самое Делают их оппоненты Вот этот Сентри Блокирует отвод Малых крипов Команды Лжди Форевер Янг Здесь мы видим Тоже блок Малых крипов Не самые частые Кстати действия Этот Сентри Редко ставят Редко так блокируют Блокируют отвод ЛПС только что Видели Ну не отвод А фарм скорее даже ЛПС был замечен Докфайтсом Анжелаем Чтобы возможно Кентавр какой-то Не бегал сюда Лишний раз Не фармил Отсутствовал у него Это желание Да ну как мы предполагали Даблы у нас будут стоять Здесь Лайфстиллер Плюс Дизраптор Внизу будет Киперов Злайт И Кентавр Но отмечу Что пока Форевер Янг Решили втроем Пойти на нижнюю линию Наверное они правы Вначале Желательно помочь Здесь немного Террор Блейду Возможно Сделать даже Убийство с метаморфозисом Да например Через заглушение Слардара Через заглушение Венги А потом уже Переместиться вверх Комни Найту Пока он там Попытается Получить себе Немного опыта Его вначале Убить сложно Очень Поэтому Все должно быть нормально В принципе У Банана На старте этой игры Тут два таких вардика Одинаковых стоит Тоже Ну что ж Поехали Друзья ЛЖД Форевер Янг IG Виталити Вторая карта Квалификации на Инвитейшнл В китайском регионе 1-0 В пользу IG Виталити Уверенный 1-0 Вполне Глянем Хотелось бы Хотелось бы Чтобы ЛФАй дали борьбу Вот Веры в это Немного конечно Но Если вдруг ЛФАй Борьбу Дадут Своим оппонентом Я буду только счастлив Очень сложная линия Будет у них внизу Как мы ее прозвали Легкая сложная Сложная легкая В общем Тут действительно Будут неприятности Кипер взлайт задувает Но хорошо обходит Его Слордар Вот он метаморфозис Вот он оглушение от венги И моментальная реализация Метаморфозиса От коллектива ЛФАй Только что об этом Мы говорили И естественно Это произошло Потому что Этого нужно было ожидать Тут уже команда Айджи Виталити Немного Облашала Я желаю попробовать забрать Когда Мэджик Мессил Откатится А он в принципе У венги сейчас Мана натикает Ну кентавра сложновато Пробивать Все таки Пурман Шилд Плюс у него Самого оглушения Доступно Да ну Вот этого Очень не хотелось бы Конечно Это известные Китайские лаги Тоже Сервера У тебя кале да? Пинг Да Небольшой кале Ну вроде Так Не критично Пока Вспоминая Что у нас Бывало Ох Не хочется Вспоминать Заливать Ну так Файтс уже Хорошие задувки Формируют Здесь Неприятно Подходить Особенно Милишная форма Террорблейда Страдает Да Давай обратим Внимание на Центральную линию Немножечко Здесь Пак Дерется с Линой Пока что Лина своего Оппонента Переигрывает Вернемся на низ Потому что Вновь какой-то Экшен начинается Да Давай перейдем На тебя все таки Потому что У тебя вроде Чуть-чуть Получше Все Надеюсь У меня отпустит Тебя сильно Да Прям Ну да Есть такое Да Есть Бывает Правда Бывает Что Лину Заставили отойти Прожать святыню Вроде Супер Переигрывал Конечно Пока Но Все равно Святыню Пришлось нажать Саката пока Не использовал Свою святыню В центральной линии Супер Ловит Сакату На таких вот Действиях Саката Уворачивается Шифтом От обычного Удара Супера Но тут же Ловит Драгонслейв В лицо У Лины Откат Драгонслейва Достаточно Низкий Можно Сакату Поливать Все время Ну вот Пожалуйста Саката Снова Подставляется И у Саката Это сложно Это сложно Делать Если Не Сказать Невозможно Внизу Мане Может Подставиться У Мане Не так много Здоровья Защитные Способности Тоже Невелики Так что Мане Теперь Супер С Папарацци Снова Стоит Банана Не боится У него есть Пьюрификейшн Есть Репел Он не боится Что Его зацепят Ну и неподалеку Есть ЛПС На случай Если вдруг Саппорт Начнет Баковать Или кто-то Тот же Керри Подтянется Можно И наказать Саката Пошел за Руной Но не Угадал Саката Ловит Оглушение Не очень Удачный Шифт В Илюзориор Попытается Уйти И Саката Выживает До порыда Времени Но тычка Долетает Супер И это Фраг Для Команды ЛФА Второе Убийство Пока Вроде Как они В порядке Вроде Там внизу Инжулай Расстреливает Мане Но Кентавар Это не особо Боится Да Там кстати Похоже Пытается Помоять Котла Котел Прожимает Святыню Пока что В порядке Инна Попала Оглушением Продолжает Преследование Док Файт Жив Битый Но Живой Возвращается ЛПС Вверх С Папарацци Разменивается По здоровью Банана Цеплять Папарацци Трудно Как ни крути Есть Трейдж Этот герой Который Уверенно Стоит Свою Линию Папарацци Знает Как играть На этом Персонаже Я не верю Что Папарацци Как-то По глупости Просто Подставится Под оглушение Или под Юрификейшн Трудно В это Поверить Это Сигнаторный Персонаж Очень многих Керри Героев Мы видели Неоднократно Как и На Ланах Айджи Виталити Брали этого героя Чуть ли не в первой стадии И Хорошо от них Всегда смотрелась Связка С Лордар Плюс Лайфстилер Даже в этом Когда эта связка Была невероятно актуальна Айджи Виталити Всегда забирали себе Лайфстилера Супер на нижней линии Получает оглушение От Винги Воевав террор Расстреливает его Просто Винга Еще и вышка Подбивает Дизраптор погибает Тут немного Неосторожно Сыграл Дизраптор Диэйджи Виталити В целом Как-то да Даже не совсем понятно Что именно он сделал Почему Он очень хотел Дать глимпс Он прям Хотел-хотел Но Так сильно хотел Что зашел под вышку Он начала его избивать Винга Незамедлительно Помогла Вышке Что касается фарма Мане Свои 30 крипов Имеет На данной стадии Отстает всего лишь 7 Слушай А ведь Папарацци могут убить Здесь на верхней линии Да Есть оглушение Будет Бюрификейшн Минус Лайфстилер Ну Как и предполагалось Видишь Переместился наверх Слардар И почему-то Покинул линию Дизраптор Почему-то Субер посчитал Что ему тоже Нужно помогать внизу Хотя мне кажется Что Кентавр И Котел Довольно неплохо И сами справлялись На этой линии Вообще неплохо Ну Они как-то Не проконтролировали Момент перемещения ЛПС Самостоятельно Против банана Конечно стоит Спокойно Лайфстилер Пока контроля По нему нет Рейджет Ему тоже Ничего не сделаешь Поймали Догфайтс В очередной раз Расстреливают его Винга С руной Иллюзий Неплохо так Разбило лицо Котлу Котел не самый Крепкий герой Даже Саппортов хватает Чтобы Физического урона По нему внести Ну и плюс Моне Снова в метаморфозе Третьего уровня Урона Очень много Наливает террор Опять же Возвращаемся К тому что Котел Со своими Двумя Показателями Брони Ничего Сделать не может Только начинают Выбить руками Его скорее всего Заберут Очень мягкий Пацанаж Как ни крути Но тем не менее Котел будет Зарабатывать Своё понемногу Мы гоним Безусловно В этой игре Можно скорее Папарац Вверху Продолжает Немного страдать Потому что Вновь Подходит Слардар Ждём Перемещения Дизраптора Супер уже Неподалёку Тут кто первый Придёт ЛПС Или Супер Супера Есть чем заняться Помимо того Что на линию Бежать А Папарац Должен забирать Эту пачку крипов И у него уже Медас Готов Не самый быстрый Медас Эта смерть Повлияла Последняя Ну и не самый долгий Не самый долгий 8 минут Это с лёгкой линии При том что он Ничего не покупал Кроме ботинка По сути Ботинок И Квилингбэй Надо Добить этого Маленького крипа Несчастного И у тебя будет Лететь Медас Доделать Начатую работу Всё готов Готов Медас Что там с Мане Как у него обстоят дела У него есть ПТ Выходит в Драгонлендс Стандартный Стандартный разгон Трэрблейда У него кстати Всё хорошо Первый уровень Одно убийство Один ассист Достаточно рано Они фраги начали делать Вообще посмотри Насчёт ЛФА 5-0 идут Я бы ещё отметил Что саппорт Венга играет Через визы На этой карте Лина В центре В невидимости Это может быть Для пака Неожиданностью Но Не точно Супер Выдал оглушение Супер Со стороны Джи Виталити Хорошенько страдал У себя на верхней линии Далеко зашёл Банана Крепкий герой Фейсбутс Умнинайта уже имеется И на барабан Нацелился Также Банана Ты знаешь По фарму Я смотрю Лина Неплохо Опережает пака 10 скрипов Это несущественно Конечно Знаешь В общем плане Но Но всё равно Эта игра Будет поинтереснее Для супера Мне кажется Чем предыдущая Пожалуй Плюс он стартует Заметь Здесь Юла Сразу Здесь против пака Это ключевое оружие Без Юла Будет тяжко Да вообще Очень уверенный Старт от LFI Если на графике Посмотришь Перефарм 3000 За 10 минут Это хорошие Солидные цифры Если по опыту Конечно держится Джи Виталити То по золоту Всё в порядке Вверху Должны забирать Папарацци Папарацци погибает Мане перетягивается сюда Можно и вышку забрать Можно и вышку забрать Пока метаморфоза Сработает Что-то кажется Даже с этой целью Скорее перетяжка была Мане Совместили приятное С полезным Сюда летит котёл И в смоке Выдвигается Айджи Виталити Но вышку защитить Не успеют Слишком быстро С Тавром Справляется Террорблейд Хотя есть задувка От котла Но время выигрывают Близко не подтягивается Уже со спины Пак-пак на хосте Очень удачная руна Для Саката Можно прыгнуть Дать Дрим Койл Прыгает Саката Но вышку потеряли В итоге Кентавр включает Стампид Должны очень быстро Стирать Умни Найт А так и получается И пока только один фраг Монометаморфоз заканчивается С секунды на секунду Драться LFY Не с руки Здесь надо отходить Но вышку забрали Да Первое убийство Для Айджи Виталити Но это убийство Никак на ситуацию Не влияет особо LFY Действительно Своего добились Они и кэри вражеского Убили И вышку забрали Сложно придумать Что-то лучше чем это Наверное только еще Чтобы Умни Найт выжил И убил еще кого-то Всех Да Ну я имею ввиду Конечно же В реалиях Сложно придумать Нынешние игры Так-то конечно Придумать можно Что угодно Банана остается На своей линии Но с другой стороны Линия прикормлена Уровень хороший Умни Найта Тот же Лайфстиллер Ничего ему не делает Умни Найт Девятый Лайфстиллер Почти девятый Точнее Умни Найт Лайфстиллер Девятый Есть свои забуцы Дегенаура Даже элементарно Догнать Банану Очень трудно будет Лайфстиллеру По дрипелам Он легко уходит И с разворота Еще может и навалять Неплохо Папарацци Папарацци это понимает Скорее всего Сейчас Вышки нет Помощь Перелететь быстро Не может Случай Если вдруг На него выйдут И он Оттягивается В свой лес Занимается Фармом Да На самом деле Итог для ЛФА Стартовых минут Игры на линиях То что у них Триггеры основных позиций Лидируют А потом Идет три героя Команда Эджи Виталити То есть Вот настолько Настолько На всех линиях ЛФА Были сильнее Да Очень страдающий Саппорт Также в лице Супера Ботинок И больше ничего У Дезратора Просто грамотно Продуманный План на игру Вот Ничего не нужно Выдумывать Абсолютно Ты просто Вот понимаешь Какие у тебя Есть сильные стороны В начале Как мы обсуждали На старте Собрались вместе Втроем Под метаморфозе Сделали ФБ Постояли немножечко На этой линии Телепорт наверх От Слардара Начинаем мучить Лейфстилера Все логично Тут настолько Понятно это И настолько Это грамотно Насколько это может быть То есть Замечательная Просто задумка Рабочая Внизу Инжулай Прыгает на Слардара Будет первое Использование Даггера Но перетяжка От Баанана Заставляет отойти Кентавра Пак дважды Давал Иллюзорию Орб Он выяснял Где находится ЛПС Когда его увидели Сразу же Кентавр Параллельно с этим В центре ломает Вышку Террор Блейд На пару с Вингой Есть телепорт Тут Пака Дрим Койл И Пак Будет ли прыгать Супер До сих пор нет Шестого уровня Только сейчас Получает его Глимс назад Мане В Статик Шторм Должны успевать Забирать Террор Блейда Так и случилось Винга Потратила Свап В ситуации Из-под Статик Шторма Уже спасти Никак не могла Забирают Мане Это важная цель Дорого Стоило Это команде ЛФ Вай Да Что еще важно Вышку не потеряли При всем при этом То есть тут Сумели героя Убить вражеского Основного Вышку не потеряли Уже Айджи Виталити Справляются Но не будем забывать Да Вот после линии Начинается самое сложное Для ЛФ Вай Это постоянный выпад Со стороны Айджи Виталити Постоянная агрессия Потому что Есть чем агрессировать Герои для этого Лучше Сложно тоже придумать По драфту Который был На этой карте В центре Банану Хотят забрать Кентавр бежит С лайфстилером внутри На кого будет прыгать Прыгает на Банана Есть оглушение Поднимают сразу же Ветра Кентавра И уходит отсюда Банана Кентавра Попытаются забрать И получается это сделать Через Лагуна Блейд Вышку потеряли Кентавра потеряли За супером погоня Оглушение по суперу Да ты посмотри Дим Вторую игру Венга становится Камнем преткновения Если мы говорим О предыдущей игре Да Где Венга была Ойджи Виталити Как она сильно мешала ЛФ Вай в инициация То же самое здесь происходит Врывается кентавр Выпрыгивает лейфстилер Казалось бы Уже вот он сладенький Добивай его А тут свап Да И было видно Что готовы ЛФ Вай к этому Выпаду Причем я знаю Сразу же Юл был использован Рожи не последовало Когда нападали на Омни Найт Я подумал Как же грустно Что он собирает себе фазы Как же грустно Что он не будет собирать себе Гардиан Грифс в этой игре А потом я так посмотрел А свап Венги же есть Зачем Ну да И в принципе так оно и было И ее не потеряли Вообще блестяще Смотришь на Венгу Думаешь Как же грустно Что она будет собирать фазы На кого тут еще кстати На кого еще грустно смотреть Как привычно Было бы видеть здесь Гардиан Грифс Почему Потому что у Котла есть Монолик Есть Сайленс у Пака Неприятнейший Есть способности При которых Гардиан Грифс На Омнике смотрелись бы шикарно Какой-нибудь Диспел ему бы не помешал Может мы конечно Видим это где-то В очень далекой перспективе Кстати Венга Сейчас видит Дизраптора Есть оглушение Дизраптор Стирают моментально Его еще ультимейт Выдала Лина По Инджулаю И Кентавр тоже в таверне Двух героев Собирают и Луфай Ну что ж Похоже сценарий Первой игры повторяется Только в другую сторону Такой подъем смерти Был вот этот же Виталити В темноту Абсолютно Это очень грустно Это очень грустно Это явно ошибка И котла поймали Блайден Лайт Он конечно использовал Но здесь есть Лина Которая со спины Тебя настреляет хорошенько И под коррозив хейст Ты погибнешь Маны я в форме Заберу Т1 И даже наверное Есть смысл пойти на Т2 Раз такое началось Метаморфоз Здесь столько был использован Так и поступает ЛФай Слушай Вообще не в сравнении С первой картой Выглядит ЛФай И правда все очень хорошо И гладко складывается Для этого коллектива Похоже ключ к победе Лежит на стадии лейнинга Судя по первым картам Которые мы наблюдаем А и Джи Виталити Из тех коллективов Которые камбэкнуть Смело могут И герои позволяют Это сделать Безусловно Ну нужно Нужно Сейчас они идут смог А у Пака маны нет Вообще Ну котел прилетел Ну ладно Появилась мана Но тоже не очень много Ну ладно На полный раскаст Паку Тут достесемь Ну ему хватит Но дальше что делать Все полный раскаст Выиграли драку И уходишь Лечиться На фонтан Ладно Хорошо Ты прав Так слушай Был скан Силы света использовали Но никого не обнаружили На этом скане А внизу Кипер взял Он показывается Он говорит Ребята смотрите Я внизу А на Рошана заходит Команда ЛФай Сейчас для них Это может быть неожиданностью Кентавр готов врываться Кентавр видит Все прекрасно Прыгает на Вингу Вингу конечно сотрут А что дальше Надо Дезраптору Хороший стадик шторм дать Это очень важно Банана Бросает на себя Репел Супер Так и не выдал Стадик шторм Минус супер Размен получился Один в один Пак не допрыгнул Надо лететь отсюда Так куда ты улетишь В таверну Он дал иллюзори орб Но он не подождал Пока он опустится Ниже с возвышенности В итоге остался Там же по сути Супер Замешкался В какой-то момент Подходило два героя Там был Банана Там если не ошибаюсь Был Мане И можно было Стадик шторм Кенедик филд положить Но он ждал Более выгодную ситуацию Чтобы побольше героев Зацепить В итоге ничего не выдал И очень рано Потеряли дизраптора Причем Как-то я глазами В драке искал Говорю Где дизраптор В момент Когда кентавр Подходил с папарацци Тем не менее Ничего не использовали А в итоге драку Очередно выигрывает LFY По графикам Все становится Куда увесить И 6 тысяч По золоту И 3 по опыту Да что немаловажно Обзавелись Егисом Ребята из LFY Сейчас Вполне вероятно У нас Будет пуш На два вышек Вот LFY Все что Для этого нужно Пока что имеется Конечно в идеале Бо еще получить Монтестайл Террорблейд Тоже хороший диспел Был бы здесь Против Сайленса Может успеть На самом деле До выбивания Аэги Или до потери Темп хороший Берет Террорблейд Но Фармить нечего Все бы хорошо Но фармить нечего Извините Просто стоит Возле пустых Лагерей крипов Плачет Вы не видите Но он немножко плачет Благодать Благодать Дримкоил У пака Есть Рассказ полный Есть И под все это дело Пак Вейл оф Дискорд Приобретает Драку IG Виталити На самом деле Вот я смотрю Даже они Отваливаются в драке Проигрывают Одну за другой Но постоянно Лезут на рожон Постоянно хотят подраться Желаю все время В себе носят лайфстилера Рассчитывая на то Что мы подеремся Удачей Дело в том Что им играть В более поздней стадии Сложновато На самом деле Это уже нужно Прям совсем В совсем позднюю стадию Играть Когда у пака Там 420 будет Когда у Котла будут артефакты Когда Дизраптор Возможно Аганим Тоже приобретет Себе в теории Потому что Сейчас им затягивать До минуты 25 И бездействовать Нельзя Почему? Потому что ЛФ Вайт Быстрее набирает артефакты Банально Они перефарм имеют Они продолжают Фармить И свой лес И где-то линии Расталкивать все У Айджи Виталити Немного сложнее ситуация Им нужно от драк Отталкиваться Да Но легко ЛФ Вайт На базу К сопернику Конечно не зайдут Есть котел Есть иллюзори орб Безопасные достаточно С пылы Которые позволяют Вам защищать Свою возвышенность Даже несмотря на то Что Террор Блейд Будет своими иллюзиями Спамить Есть чем работать Против них Не со 100% вероятностью Но тем не менее Через Вейлов Дискорд Пока пак Неплохо справляется Ну вышку в центре Должны потерять Видно что Айджи Виталити Не особо рвутся Ее защищать Так что вышка упадет И кентавр должен Забрать вышку вверху Инжулай уже здесь Как-то долго Инжулай собирается С мыслями Вообще добить 94 пункта здоровья Надо понять где оппоненты Не побежали ли они Так сейчас то уже Нужно понимать Что они к тебе бегут Как раз В итоге он вышку Так и не добил Скромненько И она будет задинаена Будет задинаена Вышка с супером Который из ЛФ Вай Кентавр в безопасности То есть секунду Замешкался И таким образом Потерял золото Потенциальное для своей команды Саката наконец-то в паке Решил что через него Лучше инициировать С кентавром Как-то слишком нагло Обходятся А пак и Сайленс Может выдать И дальнейший прокаст Кстати если Банана Дальше пойдет То это стопроцентное убийство Опять же у Банана Нет ничего Чтобы могло его спасти От Сайленса Если он не дает Репл заранее Он дает Репл заранее Делает телепорт Круто Очень круто И Dreamcoil Был потрачен Сакатой И папарацци выпрыгивает Понимая что это такси Не самое успешное Да при том что Видел он своих оппонентов Аж вот тут То есть он не знал Там примерно Побежали Они к нему не побежали Он только вот Где-то Чутьем Мог это Ощутить И он ощутил Хорошее решение А его команда Т2 ломает сверху И этот Т2 Будет разрушен Метаморфозис Имеется На случай драки Есть Аега Также у Манны Будет ли он ее использовать До потери Аеги Метаморфозис Я о нем говорю Думаю вряд ли Хотя Может и такое быть И у него уже есть Манта Стайл Сейчас прилетит Манта Стайл Можно будет Хорошенько себя чувствовать Использовал Посмотри на него Использовал Метаморфозис Здоровье ему Немножко подпортили Но есть Банана Который всегда поможет Начинает с памяти Иллюзиями В идеале Вообще Конечно Можно что-то придумать Такое интересное Терроблейд Попытаться Может быть Зайти Под Иллюминейт Поменять здоровье С кем-то С Андером С врагом Конечно же Желательно Я сейчас Просто пригорел За Мане Он наверное Может и не пригорел Все-таки Команда Да Посмотри Что внизу происходит Дим В то же время Т3 вышка 400 пунктов здоровья Курьер Остается ЛФ Вай Да по поводу чего Пригорел Сейчас договорю Курьер В течение Секунд Пяти Не мог просто отдать Манта Стайл Забирают Попорация Вместе с Джулаем Внизу ЛПС И ничего не добились Вверху ЛФ Вай Уходит отсюда И котел Увозит к себе Кентавра А Саката Очень Я так понимаю Хотел Атаковать у меня Найта Но Никого рядышком Не было Зацепи Саката Своего врага Кто бы ему не помог Да и заметь Как у нас Сыграет в принципе Команда Иджи Виталити Два Мидаса Они имеют Пак Тоже решил Пойти в Мидас Хоть и подрезали Опыт В этом патче Опыт Очень существенно Ну и вообще Сам Мидас Если говорить О опыте Там конечно Мидас Очень сильно Потрепало В этом патче Но все равно Берет его Пак Дезраптор Тоже думает об этом Посмотри на его Крюбай Да я смотрю Там у ЛФа Тоже планы имеются Мидас Омни Найта Ну вроде Больше никто не берет Я говорю Я Немножечко удивлен Будет золото Будет опыт Все нормально Будет золото Будут артефакты Будешь хорошо драться Опыт Ты свой получишь Прыжок На Омни Найта Его стирает Домини ОК Это делает Анжелай Плюс папарацци Костяная комбинация Но Сейчас Инфест бомба потрачена И решили за это ЛФа наказать Кентавр У него стомпит Через 2 секунды Должен включить Хотя бы перед смертью Чтобы своим партнером По команде спасти В итоге включает Стомпит Сам погибает Но все остальные Уже улетели У него пока нет Хорошей защиты от физики Все-таки Кентавр здесь страдает У него от магии неплохо Все работает Но если бы он прожал худ Перед инициацией врага Тогда бы может быть даже выжил Потому что Всю магию он впитал До того как прожал худ Руна ускорения у пака Прыгут сейчас на Лину Лину должны забрать И Лину забирают Очень быстро Должны ее стереть Лина поднимает пока себя в Юл Попараться все еще и есть рейдж Ну и ЛПС Назад его глимсуют Он дает оглушение Но улетает Нужно бежать Нужно бежать Вингапа пытается сделать свап И есть свап По дизраптору Дизраптора заберут Остальным нужно уходить Безусловно В принципе неплохая работа Последние минуты Это IG Vitality Они выжимают максимум Из каждого эпизода Для себя Неплохо атакуют На разных частях карты Плюс посмотри Они что-то Сделали плохое Последние минуты вообще Какую-то необдуманную драку Нет Все замечательно Аккуратные подходики Аккуратные убийства Плюс вот этот размен Который был По здоровью вышек Посмотри Т3 внизу У команды LFI Имеет 300 здоровья Ну 400 ладно Это я немножечко так Приуменьшил А вот Что касается команды Vitality Вверху у них вышка Особо не пострадала То есть они В последние минуты Ситуацию для себя Контролировать начали Они не отпускают LFI Вперед Они не дают им Закончить игру Сейчас никак Абсолютно Кстати LFI Видно тоже Понимают Что все не очень здорово У них Что ситуация уходит Курьера могут Контролировать Из их рук Даже я бы сказал Курьер летит к Паку И по движению Курьера Должны понять Где находится Сейчас Пак Пак улетает Пак просто использует Shift И Котел его призывает К себе Но Курьера Нет Курьера пока не теряют Курьер по деревьям Там уже на последнюю тычку Оставалось Здоровье Пустой Курьер Все равно деньги Все равно неплохо Но героя не потеряли Это наверное Больше плюс Это не самый полезный выход В LFI Потому что и смог Был потрачен Что самое главное Курьера забрали Но Опять же Курьер свою миссию Выполнил уже до этого А сейчас Остальная команда IG Vitality В их лесу фармит Просто Папарацци Будет покупать себе Манта Стайл И совсем немного Остается До этого дела Манта Стайл Что ты думаешь По этому поводу Именно в этой игре Сайланса здесь нет Типичная работа против Сайланса Это покупка Манта Стайла От чего этот Манта Стайл Ну в теории Манта Стайл От многого может работать Он даже От оглушения Слордара Может работать Что и выйдет конкретно Он работает против Коррозив Хейс Тоже неплохо Манта Стайл Он В принципе Помогает В плане скорости Листидеру Понятное дело Ну он настолько Хорошо работает Как ты думаешь Не уверен Не уверен Потому что По мне Он не требуется здесь То есть это конкретно Ответственность за это решение На себя принимает Папарацци Забирая себе этот артефакт Вот как-то я Объективных причин Брать его здесь Не видно На исполнение Каких-то суперочевидных вещей нет Но я же говорю Там хватает просто Неприятностей Тот же Коррозив Хейс Вот смотрю Там даже Венга Собирает себе Медальон То есть как-то там В теории Если на тебя будут набрасывать Эти все неприятные вещи Можно будет От них избавляться И не будем забывать У тебя и Рейдж в теории есть Судя по последним событиям Это у нас Сплит пушащая пара Да Да Верно Так что Можно Тут как бы Вот к этому артефакту Придраться очень сложно Потому что Безусловно Против ЛФА Есть варианты Как он может работать Да И плюс они сплит пуш Как ты верно Подметил постоянно То есть это не артефакт Который там как-то Очень плохо смотрится На Лайфстиллеру Он все равно Неплохо смотрится На этом герое К нему придраться Сложновато Да Лайфстиллер из тех персонажей Которому что не собирай Хочешь урон Будет урон Хочешь скорость атаки Отлично Это тот же урон В вопросе Лайфстиллера Очень серьезное Он еще кстати Может взять Сэнджин Яшу Если он очень прям захочет При желании Он бы и Монтестайл себе принес Но кто-то Профукал курьера Да Кстати было дело Кто-то не будем Конечно говорить кто Я просто покажу Пак Инициировал на Лину Лина Рвет еще и связь С Дримкойлом Уходит под оглушение Во второй раз Улетает Лайфстиллер Под рейджем Пак Уходит фейшифт Секунда до Даггера Не откатился Даггер Увы и Ак Саката Отправляется в таверну Да И рекол от котла Не последовал Точнее он последовал Но поздновато уже И в итоге 16-8 Но К слову К слову Посмотри на графики Что происходит С Айджи Виталити Как они работают Замечательно по карте 6 тысяч проигрывали В итоге меньше двух Их отставания По опыту Они проигрывали трешку Сейчас трешку ведут Игра полностью сбалансирована На данном этапе И Айджи Виталити Судя по всему Знают что делать Они справились С этой ранней агрессией Они выкарабкались Из ямы В которой находились По фрагам По графикам Все у них великолепно И с героями Все получается Очень даже Очень Рошан падает Для ЛФА Конечно же Мане Айджи Забирает Кентавр Виталити Бустер Осталось ему купить И будет Готова Тараска Для Кентавра Хорошо Плотно Может впитывать В драках Не так просто Станет его уже Забирать Тут же Тараска Сильно Настреляет Если по Кентавру Может и без здоровья Остаться Тоже интересный выбор От Анжелая Во многом Возможно даже основан На том Что тоже Им где-то Пушить придется Иногда Просто Если сравнивать Даже Гоним на команду Смотрится весьма Неплохо Здесь тоже В драке В массовой Но Анжелая Сейчас цели другие Как и Ойджи Виталити Поэтому возможно Так и собирается Кентавра Сейчас Папарацци На вражеском Варде Спали Папарацци Попадает Под оглушение Не успел Прожить трейдж Только сейчас Его выдает Но тут уже Никуда Похоже Не деться Папарацци Монта стайл Есть ультимейт Играет армлетом Запрыгивает крипа Но Крип Достаточно Нужна помощь Нужна помощь Но помощи не будет По-хорошему Как-то через котла Быть сработать Папарацци Никуда Не денется Ничего не могу Если бы в теории В рейнджового Запрыгнул Может быть и получилось бы Но там Уже не до размышлений Было Потому что Если бы побежал До рейнджового Погиб бы просто Папарацци Погиб Правда Но вот на этом варде Его заметили Он краешком Буквально Он из деревьев Вышел Вот таким вот образом И вот в этой точке Его заметили Сразу же выдвинулся отряд Чтобы забирать Папарацци И справился с этим Да Я тебе предлагаю Обратиться к графикам Сейчас Посмотреть что происходит Секунду назад смотрели Ну все Хорошо С ними все ок Я показывал Что камбэк хороший По опыту правда IG Виталити Выигрывали трешку Но вот этот фраг Оказывается очень дорогой Кстати он не на это Собрал себе все таки Диспел В виде лобус орба Ну конечно Еще бы Омник такой интересный Сэнджин Яшев Избудс Боевой Быстрый омник Боевой быстрый Нафиг ненужный Где твой Гвардиан Гривз А нет Ну он купил Желтую сорб Все уже к нему не придраться А команда А все остальные Команда Сама разберется Без него Он пока разбирается Кстати Мане Под репелом Ничего не смог сделать Кентавр Кентавр стерли В мгновение Охо Это Кентавр Старас Байбэка нету Инжулая Это точно Он Стараска Должна быть Вот понимаешь Как работает все Против Тараски Так Тараска Тараска это просто Чем Больше шкаф Тем громче падает Да И это без Сандера Без ничего было То есть Мане Тут никаких супер действий Не делал Которые Помогли бы Без читов Работал Мане Сейчас Сандер Да просто стоят Сзади вот эти Знаешь Спасатели Врачи Позади стоят Один на свап Второй на сейв Лотосорб Хил Репел Пожалуйста Обмазали Со всех сторон И забирают Милишный барак Остается только Ранжевой в центре Да Как-то тут Виталити Прям резко Подсдали позиции Вот этот подход Кентавра Не помешало бы Действительно новое топливо Команде Айджи Виталити Лина Шевасгард Практически Приобрела Немного Совсем Золота Остается Террорблейд Выходит В Скаде И Скаде Себе уже покупает Маны Вот теперь Будут неприятности У Лайфстиллера Совсем Другого порядка Теперь Лайфстиллера Можно достаточно Уверенно Кайтить Террорблейд С Манта Стайлом В Скаде Он просто не подпустит К себе Лайфстиллера Только через такси Только через Инфестдогу Надо работать Неужто Вот эти 20% С патча Начиная с 7.01 Так сильно Повлияли на Кентавра Что перестали Ему огонь Я причем Который разно наблюдаю Я вижу Игроков Которые остаются С мнением Что огонь Им важно иметь Игроков Которые это игнорируют Я не знаю 20% Это конечно Серьезное урезание Редакшена Но Все равно 40% Урезание урона В драке Это очень полезно Плюс способность Самого Стампида Который пробегает Через Клиф И позволяет Это тоже очень важно Вроде в него Инициировали Весью контр-инициация Была своеобразная От него Папарацци Уходят Просто из драки Потому что есть Гвардиан Энджел Пока Джи Виталити Никого не потеряли Забрали только Омника Омник все вкастовал Это неплохо Это очень неплохо Можно продолжать Хорошо прыгает Слардар Бак Ох как хорошо прописал Дагом по Террорблейду Свапает здоровье Террорблейд Через Сандер С Кентавром Встряет Слардар Слардара забирает У Слардара Был Гем Ну с Гемом Повеселее Можно отходить А Джи Виталити Хорошую драку провели Они не хотят отходить Они хотят еще драться Да Очень удобно получилось Что свап Именно с Кентавром Был проведен У Кентавра есть Тараска ХП регент 240 в секунду Все Кентавр полон Жизни, здоровья И желания убивать вышки Все Он стоит теперь Танкует Тавр Через Реторн Очень много возвращается В вышки И Т2 По-любому ЛФА потеряют Инициировать нечем Драться пока нечем И без Омника очень красиво Дим Вошли здорово Псака там мне понравилось Прыгнули в него А он же наоборот Прыгнул сразу же Еще дальше В ряды своих оппонентов И заберут вышку Вверху Просто на ошибке Поймали Два фрага Две вышки Отличный участок Игры для IG Виталити Отомстил Инжулай Зато как с ним На его же базе Обошлись И графики Вновь поползли В пользу Старо Недайр Виталити Возвращаются в игру Не будем конечно Забывать Что там снесенная Центральная сторона Есть Но 35 минута Не очень Существенные Потери Юл У Дезраптора На подходе 5 монеточек Осталось Дезраптора И будет Юл готов Причем Ты знаешь Дим Я вот вспоминаю Что IG Виталити Делали На даке Когда Папарацци Выиграл Один на один Турнир И у них На следующий Был матч Против Нюби Они поставили Папарацци Просто в центр Стоять Они поставили Его туда Целенаправленно На мой взгляд Тогда Какое-то Чувствовалось Что Что ли Давление Со стороны Даже наверное Сообщество На то Что Папарацци Выиграл Мид Давайте Поставим Его в центр Мне так Показалось По крайней мере И видно было Что Саката Не в своей тарелке Я смотрю Эти матчи Саката Потрясающе Исполняет Саката Редко Когда вызывает Вопросы Как и Папарацци Как будто Все на своем месте Зачем тогда На даке Было это менять В важнейших матчах Не совсем ясно Для меня Я помню Когда они менялись И они менялись Только в одном моменте Когда был инвокер Когда инвокер Папарацци Садился на инвокера Саката Проваливал С центра Когда они начали Это делать повсеместно Не знаю Мне не очень понравилось Сейчас все замечательно Эджи Виталити По крайней мере Против LFI Смотрится шикарно Посмотри Манки Кинг Бар Появляется у Лейфстилера Он видел уже Похоже Планы Какие-то Ну плюс Начнем с Да 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 Колей меня коснулось Немного Меня тоже Не проходит Я смотрю Террор Блейд Видит позиции Аджи Виталити Сами туда Не суются LFI Правильно делают Подниматься на возвышенность Без видимости Это трудновато Хотя Нет нет Есть обсерварт Есть обсерварт Знаешь МКБ это интересный выбор Так напережение Что ли Даже где-то считается Саката Подвел в дискорд Пытается разбить иллюзию Прыжок на Сакату Кажется в хейс на него повесили Уходит в шифт Надо бежать Надо бежать Саката останется здесь Никуда не делся Даггер ему сбивали И Да И что самое важное Он купил себе аганим У него не будет 70 секунд Он купил аганим Дримкоил Не поставил Короче Провал Небольшой Пока Да Только я начал хвалить Что ж такое Потеряет вышку внизу Может Даже потеряют И Кусочек Нижней стороны Если не полностью Нижнюю сторону 50 секунд Без пака Это очень серьезно За 50 секунд Реально можно Сломать сторону То и две В теории Просто Как защитить свою сторону Просто не подпускать Их вышки вообще Не уроном А поставить Кенедик филд Сложно Слушай Очень сложно Это достичь ВКБ Если что 8 секунд Еще у Мане Ждут Когда репл спадет Чтобы прыгнуть на Мане Есть котел Как-то надо работать Через Блайд и Лайт Ты Мане Вот прыгаешь ты на Мане Хорошо Дальше что Там в случае Даже крайней Какой-то экстренной ситуации Свап от фенги Просто будет Мане прожмет сандер И все Они не могут банально Атаковать Мане Это такая Знаешь Неуязвимая Святая корова Да пускай Нет Я говорю Что задача Джи Виталити Была Просто выиграть время Для того Чтобы появился пак И нормальную драку Или священная Да Священная Она и святая В принципе Есть Блайдин Лайт Который не позволяет Нормально пробивать Вышки у котла Есть задувочка От которой Конечно Увиливает Мане Но это тоже Выигранное время Для Джи Виталити И был Кенедик филд Тоже Устояли Устояли Все Вышку сохранили Критично это было Потому что В любом случае Базу уже Подразбили И Святыни Как вы видите Отсутствуют Потому что Ничего особо Не потеряли бы Из-за потерянной вышки Но даже Ее Смогли сохранить Террор Блэйд Тоже покупает себе Манки Кинг Бар Деньги Сейчас Появятся У Мане На этот артефакт Да Ну здесь Как бы Можно это Спокойно обосновывать Что касается Лайфсиллера Я не знаю Блайдин Лайт Только что показал И Блайдин Лайт И талант Лайфсиллера на 15% Тоже к уклонению Он может иногда решить Почему Папарацци Пошел в НКБ Это вопрос Почему Папарацци Предпочел Артефакт Любому другому Но Это интересно Солар Крестов Никаких нет Есть Есть Может в тот момент Еще не было В тот момент Еще не было Все да Венга я вижу Собрала себе Солар Крест Да Сейчас это конечно Уже выглядит не так плохо Безусловно Саката разведывает Обстановку В центральной линии Понять Иллюзия Это или не иллюзия Ну я не вижу ситуацию При которой Это была бы не иллюзия Рошан появился И вновь так продажно Появился Как обычно Типичный Рошан Ты заходишь Смотришь Рошана нет Выходишь Он появляется В прятки играет Это есть игра такая Как это называется Не могу Я вспомню сейчас Что-то Нет Нет Что-то сыграем в игру Что-то Let's play the game Или что-то такое Там две версии Уже недавно вторая По-моему появилась Там где ты Садишь за компьютером Программируешь Там что-то взламываешь У тебя С тобой уходятся русские И убийца И вот нужно подходить Постоянно и проверять Нет ли там убийцы Вот так Ходишь Ходишь Потом начинаешь Садиться за компьютером Программируешь Поворачиваешь голову Тебя уже убивают Это то же самое с Рошаном Заходишь Его нет Выходишь Он уже там Неприятно В любом Кстати в фильме ужасов Такая тоже система работает Когда готовят зрителя К тому что Сейчас появится Какой-то Неприятный персонаж Особенно в старых Фильмах ужасов В нынешних конечно Практика какая-то Странная вообще Инжелай прыгает На монету Включает Блэкинг Бар Под оглушение Не попадает На развороте Решили подраться Саката хорошо Инициирует с Папарацци Ставит ультимейт Под Дримкойлом Два героя Но их это не печалит Они просто стоят на месте И расстреливают Свап от Винги И всех спасли Потеряли Кентавра На IG Виталити У ЛФА И даже несмотря на то Что попали Они под инициацию Дела обстояли неплохо Да я напомню Как выиграла Команда IG Виталити Предыдущий эпизод Для себя Когда они выиграли драку Когда они двух героев Убили в центре Они убили очень быстро Омни Найта До его способности Использования Сейчас же Когда ты выходишь На пятерку ЛФА Когда Омни Найт Прожимает ультимейт Когда он выдает И лечение Когда он выдает Репл Когда он выдает Пайп Лотус Орб Что угодно Драку так не выиграть Очень круто Монет Тоже на реакции сыграл Блэкинг Бар Прожал прямо Под инициацию Кентавра Хватило этой секунды Что могло бы изменить Ход этой драки Безусловно Ультимейт Дизраптора Если где-то Дизраптор Был бы мог поймать Омника Было бы здорово Но Омника и Вингу В идеале Да конечно Винга всегда на позиции Она всегда ждет Момента Чтобы спасти кого-то Желательно Наверное Где-то Омни Найта Спасти Спасаешь Омни Найта Он спасает Терроблейд Терроблейд спасает сам себя Очень простая схема Тут от Венчфул Спирит Шагают во многом драках Ну кстати Можно еще как-то знаешь Там Вингу попробовать Через Сайленс Пака Придержать Но это тоже Пытаются Пытаются Но Винга очень глубоко Стоит всегда Третий уровень Не приближается Незер Свапа уже это позволяет И что нам в графике говорят Говорят что ЛФАй Планомерно выигрывает Четыре тысячи По опыту Тоже Четверочку ЛФАй отыграли Но игра Как была Так и остается На равных позициях Четыре тысячи На сорок в второй минуте Это вообще ни о чем Так что Интрига сохраняется И очень много будет зависеть От каких-то глобальных побед В драках Когда вы возможно Кого-то оставите Без байбека Все это закончится Снесенной стороной Мы приходим В ту стадию игры Когда Выигранная драка Уверенная выигранная драка Это скорее всего Снесенная сторона Внешних вышек Ни одной у другой команды нет Линия толкается Достаточно резко быстро Герои все активные И можно агрессивненько Пойти на сторону Вот поэтому Наверное где-то Хочется выиграть драку А с другой стороны Не хочется ее проиграть Поэтому ждут моменты Чтобы их Инициация одного Или другого коллектива Чуть ли не стопроцентная была Удобная позиция У Аджи Виталити Они могут кстати Сейчас прыгнуть на Мане Инжулай Спалился Разбил Варта Мане пошел Сам пошел Сам Понимаешь Не иллюзий Самостоятельно Ну уже не верят В то что это не иллюзия Мне кажется Столько раз Видели эти моменты Смог использовали Иллюзию отправили вперед Мане Можно сейчас Ничего не бояться У него есть Аегис У него есть Блэкинг Бар Неподалеку есть Саппорта Которые всегда Помогут Нарисовал Инжулай Где находятся оппоненты Точно нарисовал Обвел всех Все попали в кружок Это при том что Аджи Виталити Скан там не использовали Они просто понимали Местоположение ДДС Ставит центрик На Вражеский хайграунд А нет Это Абсерф Прошу прощения Да это был Абсерф Абсерф В центре заходит ЛФ Вай Да Сломали в итоге Казарму магов Которая тут довольно долго Кстати простояла Смогут ли что-то еще Добиться здесь Аегис есть Поэтому отходить Смысла нет Нужно оставаться Продолжать давление Оказывать Метаморфозис есть Блэкинг Бар Метаморфозис Всего предостаточно Можно драться Посмотри Все активно Все ультимейты имеются Он не нает Может это сделать Мант оставил Блестящий От Террор Блейда Включает Блэкинг Бар Начинает расстреливать Котла Котла моментально стирают Пака тоже стирают У него есть выкуп У одного и другого Папарацци Пытаются отпустить отсюда Папарацци В итоге погибает У него тоже есть выкуп Ну наверное надо выкупаться Потому что без него трудно драться Инжулай Ответная инициация Старик Шторм попадает Террор Блейд Не будем забывать Что там есть Аегис Это небольшая потеря Будет для команды LFI Пока никого не потеряли Кроме Аегиса Проблем никаких не было Надо высвапывать Отсюда Террор Блейда Мане пытается убежать А свапа нет А свапа нет А свапа нет Но Мане оттягивается В итоге под репелом выживает Сандер использовал Но это было Вакторин Корр Причем там и один по Лотусорбам Второй все по Лотусорбам Четыре свапа в обратно Причем этих Лотусов Действительно их тьма Просто какая-то тьмущая Так погибает в итоге Слардар Догнали его Больше никого не догнать В сторону защитили Но какой ценой Три выкупа потрачено было Да у нас конечно игра Лотусорба Войдет шальная И котел с Лотусом И одного было достаточно По большому счету Ну два отлично смотрелось Забавно Забавно Ну стоило к этой минуте Уже ожидать Таких артефактов Какие-то страшные игры Вообще Лотус Форстаф Ну это самая стандартная Конечно вещь в игме Самая важная Пожалуй даже Хиксы еще пойдут Я надеюсь скоро Хотя здесь уже наверное Сложно да Против Лотусов Тоже с хиксами будет Да очень много потеряли Айджи Виталити В этой драке То что защитили Свою сторону Это конечно хорошо все Но следующая проигранная Драка А она может быть проиграна Потому что ЛФА Ресурсов меньше Это точно не стало Скорее всего Будет означать Проигранную карту Сколько-то Еще минут Пять Да пять с половиной минут Нету Сокаты У папарацци Выкупа Трудно Реально трудно Я смотрю там Торрор Блейд Уже с Блатторном У нас Ух какой мощный Торрор Блейд И это еще не предел Может еще мощнее Дедлус решила Себя собирать Да да Это тоже Стандартная абсолютно Вещь на линии Когда ты переходишь В более позднюю стадию С критами На дистанции Да Кентавр какого-то пробивает Жирненького У него Солидная дальность Таки сейчас Кентавра увидели На скане Только что нашли Кентавра ЛПС прибежал Никого нет Что-то А вот Дизраптор внизу Похоже приплыл Чары не помогут Говорит мне Найт И естественно Выгибает Дизраптор Он пытался Он сделал Много кстати С последними патчами Очень много Русской озвучки Было добавлено Об этом мало где пишут Вообще Об этом нигде не пишут Только людям Которые интересуются Вообще этими вещами Они могут об этом узнать Немного по серфю Но Действительно Работает у нас Русскоязычный отдел Перевод Дота 2 На русский язык И Потихонечку Все герои Приобретают голоса Это интересно Это хорошо На мой взгляд Вот так вот Немножечко Руссифицировать Уже давно Пора было бы Дота Немолодая игра Далеко Да СНГ Самый Многочисленный регион По часам проведенным И по публике СНГ Огромнейший Ну если мы не берем Китай конечно Наконец-то Аганим появляется Кентавра Сейчас возможно Айджи Виталити Драку будет Поприятнее проводить Вышка правда Внизу уже потеряна Террор Блейд Ломает бараки Террор Блейд Прожимает Монта Стайл Ультимейт От Умни Найта Кстати До ТП он по-моему Не достал Но ТП это Вообще не волнует Особо А пока никого не потеряли Отходят назад Айджи Виталити Да Но много было потрачено Остается до сих пор Ультимейт Дезраптора Кстати Если что Он поставил его Он поставил его в пустоту Все живы Все здоровы Слардара попытаются забрать Удается это сделать Айджи Виталити Снова только селедка Погибает А барак не вернуть Вот в отличие от предыдущего момента Где Слардара убили Тут еще барак сломала команда ЛФА Если бы как сверху Ничего страшного Замечательное Айджи Виталити бы отбились И все было бы хорошо Правда тут барак уже сломали И вышку сломали Это точно И с такими артефактами Террор Блейд Может даже Я не знаю Даже Ну Хотел сказать Ценой своей жизни Но понимаю Что в этом пике Очень трудно ЛФА Не спасти своего Террор Блейда При всем желании У них столько есть спасителей Что этого более чем достаточно Все так же актуальна Венгад со своим свапом И ее пожертвование Своей жизнью Ради спасения Террор Блейда Все так же актуален Омни Найт Гвардиан Энджел есть Ничего ты с ним Гвардиан Энджелом Не сделаешь Ну С этими артефактами Да С этой ерундой К слову Можно было попробовать бы Диффуза Да Диффуза собрать На того же Лейвстилера Ну и так много он забирал Попытались Отправить Кентавра Чтобы он поломал Немного вышку Свап от Венги По Дезераптору Его просто уничтожили В момент Айджи Виталити Но это было смело Не более того Прыжок на Венгу Венгу конечно же Должны забирать Нельзя отпускать Венгу Но ее спасают Ее спасают Был под хилотом Нинайта И Лотусор был использован На Венгу Венга в порядке Не отпускают Лейвстилера Поднимают его в Юул На Стампиде Пытались спасти Лейвстилера Чтобы немного подамажил Ддси Хороший форст Став от котла Поднимает его в Юул Полетали оба Да Ну для Лины Это нормально Кстати котел Немало времени выиграл Это очень неплохо То что сейчас делал котел Это даже хорошо Для команды Виталити Гем не стали подбирать По-моему Или что Не стало возвращаться Назад Венга Или не увидели Не увидели Или забыли Или же Плевать на него Может быть На самом деле Потому что там Мане уже заламывает Нижнюю сторону Надо просто пойти Забрать верхнюю сторону Плюс скрипы подтягиваются Да Вот сейчас будет Очень неприятно Он через Букдор Протекшн Это делает Минута остается Букдор Протекшн Минута На байбек Денег нет Да и денег нет И 40 секунд Да и 40 секунд То есть Как ни крути Не будет Да Это конец Это 1-1 Друзья Команда LGD Forever Young Все-таки сумела отыграться Действительно Нелегкая Была дальней встреча Но на этой карте Они были куда лучше Чем на первой На этой карте Им удавалось Постоять на линии Хорошо На этой карте Им удавалось Совладать с агрессией Оппонента IG Vitality Пытались реализовывать Своих героев Даже проиграв Стадию лейнинга Вот Вовсе Только Собирались вместе Смоки Выпады Довольно быстрый даггер У Кентавра появился Но тем не менее Тем не менее LGD Forever Young Знали об этом Они сумели Остановить агрессию Они сумели Грамотно построить Свои драки У них был Очень хороший фарм На линиях Мы видели Эту ситуацию Когда стадия Закончилась Лейнинга Где-то минут Тринадцатая Четырнадцатая И просто Три героя основных Они были вверху По общей ценности Замечательно LGD Forever Young Дарят нам третью игру И это круто Я смотрю сейчас на графики До сороковой минуты Графики были в ноле Они Вот такое колебание Своеобразное Но на сороковой минуте Все было А покажите нам графики Пожалуйста Пожалуйста Покажите статистику Быстро по ней пробежимся Пожалуйста Сороковая минута Метка И вы видите Что происходит Золото Опыт Все очень Равно получилось Но Индивидуально Мане Хорошо И отлично Провел эту драку Во многом благодаря Паре саппортов Которая всегда его спасала Саппорта Точнее Хардлен Ты вообще Заметь Какая у нас Интересная тенденция Вырисовывается Конкретно Вот сейчас Мы с тобой Смотрим эту серию Я не говорю О предыдущих днях Которые мы комментировали А в этой серии Когда есть спасатель Яркий Как-то У команды Поприятнее Получается Строить драки Если мы говорим О предыдущей Конечно игре Там сумасшедшая Комбинация OG Vitality На этой карте У них комбинация Тоже присутствовала Но если честно На мой взгляд Немного выпадал Дизраптор Дизраптор Его не хватало В эпизодах Дизраптор Был по сути Даже где-то Бессилен иногда Он собрал аганим Но сказать Что хоть какой-то Старик Шторм Он собрал Под самый занавес Игры И плюс ко всему Сваппинг Есть Если что Винга держала Дистанцию Дизраптор Увы против Винги Не особо работает Вот как бы мы Не говорили Как бы мы не хотели Винга может Спасать своих героев Оттуда Плюс он не на это Он тоже плевать Хотел на Дизраптора Если Омник Не в Статик Шторме Находится Он спасет Там кого-нибудь Репел выдаст Он может спасти Дать лечение Дать ультимейт В общем Вот эта парочка Спасателей Которая была У команды Форевер Янг Она позволила Духтапная такая Да конечно Ступенька Вот есть там у нас Двойная инициация Обычно Двойное отступление В данном случае Действительно Ну что друзья У нас интрига Продолжается Спасибо большое Лефуайз За то что Они собрали силами И наказали Одного из самых Грозных оппонентов И своего обидчика На даке Что тоже очень важно Да и вам спасибо Вас тоже очень много Приятно Очень приятно Удивляете То что В дневное время Вроде как люди Кто-то в школе Кто-то в институте Кто-то на работе Нас приятно удивляете Учителей наверное Не много Что это Ну ничего Мы всегда знали Что он на уроке ходит Если что говорите Как бы обращайтесь Будем писать Записку Записку Прикинь Написать записку Просто официально Это очень красиво было бы Сережа Не был в школе Потому что Там Лефуай Закинули Первую карту А потом отыгрались Извините Это был полный Бест оф три Сережа не мог И подписи Баффик и друг Баффик и друг И в наркодиспансер Друзья Все До скорой встречи Услышимся на третьей карте Далеко не расходитесь Е-гейминг-бетс Ставки онлайн Для всех поклонников Киберспорта StarCraft 2 Overwatch и CSGO Dota 2 и Hearthstone Выбирай Экспресс-сенаряд событий Или лайв-ставки на игру Которую ты смотришь Сейчас Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз На пики и банды команд Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов В конкретном матче Ежедневные квесты Для всех участников проекта И лучший выбор Платежных систем С 2011 года Более 600 тысяч Пользователей Делают ставки На все Самые интересные события Онлайн ЕГП-поп Ты точно знаешь Кто победит КОНЕЦ